Детские народные сказки Как школевой и домовой порядок в городе наводили. По моему мнению, это название лучше всего отображает содержание сказки. Ну давайте тогда, коли уж мы название сказали, значит давайте немножечко поясним, о чем же собственно эта сказка. В моей сказке есть несколько главных героев. Это школевой и домовой. Школевой это мой авторский персонаж, который с чем-то похож с домовым, но он обитает в отделах школы. И эти два героя решили навести порядок в городе, потому что их ситуация не устроила. Ну порядок в городе что? Убрать город, почистить, вывести мусор или может быть борьба с преступностью? В данном случае они очищали от снега город, потому что в сказке период весна, весенний период снег тает и естественно это мешает. Плюс во время зимы мусор накапливался, накапливался в этом снегу и сейчас, когда снег оттаял, весь этот мусор всплыл. То есть тема экологии это основная тема, правильно в вашем произведении? Почему тема экологии вам так важна? Тема экологии города мне важна по той причине, что в этом городе мы живем. Не кто-то там, а именно мы. И только от нас зависит то, в каких условиях мы будем жить. Все, слушайте, вот когда я слышу от молодежи такую фразу, у меня всегда мурашки по коже бегут, очень круто, вы большие молодцы. Дина, вопрос вам. Вы каким-то образом помогали дочери в создании работы? Может быть там подходили, ну что ты пишешь, ну вот здесь запятая, вот тут другой оборот речевой и так далее. Вы знаете, я как редактор и руководитель говорила, ну вот здесь твоя мысль не до конца раскрыта, дополни ее. То есть как бы как со стороны мое видение, потому что у автора есть свое видение, а мы как читатели видим по-своему, и я была именно редактором. То есть можете ответить, отметить свою руку, да, в этой победе, то есть свой вклад вы также привнесли? Ну, по сути, да. Отлично. Ну вот мы знаем, что благодаря победе в этом конкурсе вы, Ксения, посетили Владивосток. Вот расскажите, пожалуйста, о своей поездке. Верно. Мне дали путевку в лагерь «Океан», в чудесный лагерь, как вы сказали, во Владивостоке. И я поехала не просто так. Там была определенная тематика смены. Тематика «Междисциплинарная проектная школа». Нашей задачей на смену была построить город будущего, макет города будущего. И в течение всей смены мы занимались его планировкой и строительством. То есть это был не просто какой-то заслуженный отдых, да, за награду. То есть здесь было определенное прокачивание своего скилла. Верно. Вся смена была, как в Москве, жду. Вот не капли отдыха. Вот не капли отдыха. Посетил океан, но отдохнет. Ну пусть отдохнет победительница. Нет, работай. Прокачиваем себя. Но слушайте, и это еще не все. Мы знаем, что в январе вы поедете в Москву на проект «Больше, чем путешествия». Ну, как-то уже готовитесь к этому проекту? Я морально готовлюсь к этому, к тому, что снова будет много-много активности, подвижности, движений. И к тому, что придется вновь запастись фотоаппаратом, все фотографировать и радостно это запоминать. Дина, ну... А можно я добавлю? Да, конечно. Дело в том, что это путешествие, это не просто путешествие, они посетят Сколково. Вот для меня это то место, куда я не могу даже как педагог попасть. А здесь они посетят, у них будет образовательная сессия в Сколково. Ну, это здорово. Ну, вот как вы считаете, как помочь ребенку выбрать правильное направление в жизни? Вот дайте практический совет, потому что перед нами сидит просто мозг, ум, задор. Ну, мне ответить на данный вопрос. Конечно. Давайте вы как мама. Вы знаете, да, вот еще в октябре мне задавался вопрос, что так как я победитель разных конкурсов, то дети пойдут по моей стезе. Тогда я ответила, нет, дети не пойдут по моей педагогической стезе. Дети будут добиваться своих целей благодаря тому, что они видят, как я их добиваюсь. И здесь моя задача не задавить их возможности. Возможности разные, но желания, желания, они могут не совпадать с возможностями. И здесь моя задача именно помочь им развить, не остановиться, потому что этот конкурс «Моя страна, моя Россия», он уже был третий всероссийский конкурс, в котором поучаствовала Ксения. Она также участвовала, если бы я был президентом, стала победителем. Наша история, там исследовательское эссе было. И вот уже дальнейшее продвижение было «Моя страна, моя Россия». Просто так оно ничего не дается, оно именно как ступеньки на пути к победе. И главное поддержать ребенка во всем, в его желаниях, а не просто в возможностях. Ну что же, мы, конечно же, уверены, что желания и возможности у вас вагон и маленькая тележка. Поэтому дерзайте, побеждайте, ну и вдохновляйтесь. Мы говорим вам спасибо огромное, что вышли с нами на прямую связь. До свидания.